Здравствуйте! В администрации Новокузнецка обсудили проблемы и действующие меры поддержки бизнеса. В рамках федеральной многоуровневой системы поддержки запущены кредитные каникулы, когда предприниматели могут получить отсрочку платежа по займам на срок до полугода. Действует льготное кредитование и мораторий на плановые проверки бизнеса. Есть ограничения, которые позволят не нарушать деятельность бизнеса с точки зрения проверочной деятельности. Плановые проверки будут приостановлены. Не касается эти направления деятельности налогового органа, правительство запускает специальные кредитные программы поддержки системно-образующих организаций. Сегодня они актуализируются в рамках ковидной помощи. Мы говорим в первую очередь о займах, либо о государственных гарантиях, которые необходимы для структуризации кредитов или получения новых. Банк России при взаимодействии с правительством разработал антикризисные программы льготного кредитования. Здесь тоже хотелось бы обратную связь. То есть ставки заявлены 15%, 13,5% от 8% годовых. В Кузбассе также подготовили пакет антикризисных мер для предпринимательства. Планируется, что меры поддержки будут действовать уже в этом году. В речи, в первую очередь, о переносе до конца 2022 года сроков уплаты налога на имущество, транспортного налога, земельного налога за первый, второй квартал. Понятно, что это, скажем так, обратная связка с доходами бюджета и Кузбасса, и города Новокузнецка. Здесь эти моменты будут озвучиваться, рассматриваться и приниматься окончательное решение. Но ожидаемый эффект, который, предполагается, получат наши предприниматели, это высвобождение более 700 миллионов рублей с учетом того, что сроки оплаты налогов будут перенесены. Предполагается отсрочка уплаты по арендной плате за землю также за второй год и квартал до конца 2022 года. То есть это еще высвобождение 200 миллионов рублей. Это оценка, скажем так, готова. Еще одна возможная мера – это снижение текущей будет ставки налогов по упрощенной системе, налогов на имущество в два раза при условии, что бизнес сохраняет не менее 90% численности работников. Глобальные изменения экономических реалий несут перемены во все сферы жизни. Впрочем, рынок труда пока сохраняет стабильность. В принципе, пока ничего не изменяется. 9 тысячи вакансий, 2 тысячи имеющие статус для заработки, но на митере все же определенные, как бы, индуски и так далее. На сегодня, буквально с начала марта, 1200 вакансий было снято, и пришло всего 527 вакансий. Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов отметил, что важно сохранять трудовые коллективы. Контроль будет вести вновь созданный профильный штаб. Туда предприятия и организации, которые столкнутся с трудностями в своей деятельности, смогут обратиться за консультацией и поддержкой. Как только у кого-то появляются вопросы с простоями, сокращениями и проблемами с трудовым законодательством, сразу же к нам в штаб. Новокузнецким предпринимателям предложили разработать меры помощи, действительно им необходимые и которые можно реализовать на муниципальном уровне. Это расширит многоступенчатую систему поддержки, а предложения будут выслушаны на следующем заседании. На онлайн-совещании с главой Новокузнецка говорили о проектировании объектов реконструкции в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». В ходе встречи с проектировщиками Новосибирской организации глава Новокузнецка поставил задачу проанализировать результаты инженерных изысканий, полученных ранее, и решить вопрос по существующей теплотрассе и водоотведению. Нам нужно усилить работу по всем нашим объектам, особенно тем, которые находятся в рамках федеральных программ, нацпроектов, для того, чтобы ускорить выполнение, реализацию и сдвинуть сроки все по графику влево. И самый главный вопрос, мы должны решить судьбу южного въезда, потому что там идут ассигнования, которые мы должны либо оставить и использовать под южный въезд, под этот проект, либо перераспределить его на другие объекты. Кроме южного въезда предстоит уточнить проекты по переустройству сетей водо- и газоснабжения при строительстве дороги в 24-м квартале Новой Винки, а также устранить замечания и провести повторную экспертизу проекта в реконструкции путепроводов на Безовском шоссе. Впрочем, вышесказанное обсуждалось на перспективу. Программа же текущего года в рамках национального проекта этим летом отремонтировать в Новокузнецке 17 километров городских дорог. Загранпаспорт по-прежнему востребован. 4 тысячи паспортов было выдано за три неполных месяца. Для тех, кто планирует отправиться за рубеж, о документе следует позаботиться заранее. Истекает 10-летний срок паспортов, которые были оформлены в 2012-м. А это 38 тысяч жителей юга Кузбасса. Поэтому наплыв неизбежен. Для оформления заграничного паспорта в городе Новокузнецке вы можете обратиться в многофункциональный центр, расположенный по адресу Павловского, 21-а, где с июня 2021 года у нас функционирует криптобиокабина. И за этот период на базе МФЦ принято 519 заявителей. Также можете обратиться непосредственно в подразделения по вопросам миграции отдела полиции заводской управления МВД России по городу Новокузнецку по адресу Тореза, 21. Подавать заявление можно дистанционно на портале Госуслуг. Там же госпошлина обойдется в 3,5 тысячи вместо 5 тысяч рублей. Одновременно можно иметь два загранпаспорта. То есть ждать окончания срока действия документа вовсе не обязательно. Также не нужно терять время в очереди. Работа ведется по предварительной записи. Всего 10 минут у нас идет на процедуру фотографирования и подачу оригиналов документов. Поэтому вот сегодня вы можете наблюдать, что у нас в подразделении кажется, что никого нет. На самом деле мы принимаем от 100 и выше заявителей. Каждый день от 100 и до 200 заявителей. Просто вот такое чудо делает эта предварительная запись. Сейчас заграничные паспорта биометрические. Оформляются на 10 лет. Срок их изготовления 1 месяц. И в отделе по вопросам миграции советуют воспользоваться затишник и записаться на прием. В Доме Творческих Союзов прошел Творческий Вечер Композитора, члены Союза Композиторов России, Михаила Маслова, посвященный Дню Работника Культуры. Название встречи «Душа России» не случайно. Композитор вкладывает в эти слова особый и важный для всех нас смысл. Я хочу донести, во-первых, свое творчество последних лет до моих земляков. Я, по сути дела, презентую свою книжку «Душа России». Я когда пишу, я обязательно подбираю такие стихи, в которых чувствуется русский дух. И точно стараюсь написать такую же музыку, чтобы этот дух русский присутствовал. Его сегодня в нашей жизни, катастрофически, я бы сказал, не хватает. Музыкальная жизнь Новокузнецка очень разнообразна. В этот вечер лучшие коллективы города и музыканты, прославленные на всю Россию, исполняли лучшие произведения композитора. Кузбасским поклонникам очень повезло. Творчество Михаила Михайловича удивительно по своей плодотворности и многообразии. Это более 600 произведений в самых разных музыкальных жанрах, среди которых есть немало произведений для детей. Впрочем, о Михаиле Маслове говорили и как о чиновнике. Причем внесшим значительный вклад в развитие культуры Новокузнецка. Это человек, который очень много сделал для культуры нашего города в свое время. Он был начальником управления культуры и настолько он был заинтересован в своей работе. Он столько много сделал для развития культуры, для развития музыкальной школы, для развития домов творчества, как чиновник. И вместе с тем он очень много сделал и большой вклад внес в музыкальную культуру нашего города. Пожалуй, Михаил Михайлович единственный из сибирских композиторов, который является автором 28 музыкальных сборников. Это результат многолетнего творческого содружества композиторов с известными поэтами, в том числе и кузбасскими. Конечно, такие встречи нужны и композитору. Они позволяют иметь обратную связь со слушателями по нарастающей триаде. Композитор, исполнитель и слушатель – в этом и есть ценность взаимного духовного обогащения. Известно, что уровень ответственности Михаила Михайловича, как профессионала, является примером для очень многих музыкантов. Вечер завершился поздравлениями от коллег, друзей, поклонников и просто почитателей таланта. Спасибо вам большое, что вы есть. Я горжусь, что знаю вас. И ниткий вам поклон от себя лично, от Общественных Советов по культуре. Спасибо. И, конечно, всем тем, кто выступал на этой замечательной сцене. Михаил Маслов из числа тех выдающихся творческих личностей, благодаря которым Новокузнецк знают в России не только как город угля и металла, но и город высокой культуры. Удачи вам и здоровья!